Всем огромнейший привет! Вы на канале Гекта Лайф. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и лайкайте видео. Собственно, сегодня я хочу вам рассказать еще, ну, сделать обзор еще на новые жижки. Это Angry Vape Сурикат Эдуард Йогурт с киви. Здесь у нас нету никотина, его просто ноль, зеро. Вот, и, ну, начнем с того, что здесь достаточно, ну, как бы смешно, что ли, я не знаю, просто смотрите, какой он злой в действительности. Ну, такое, в общем, необычно, непонятно почему, как бы, это детскость, потому что по-другому и не скажешь. Внутри у нас находится длинный тюбик, да, так его назовем. Вот, и, собственно, кстати, он похож с этим, а это бруска, по-позже я вам расскажу. Вот, такой длинненький, по количеству здесь 30 мл, здесь 35, поэтому... Теперь давайте про саму жижу. Она мне, кстати говоря, довольно-таки понравилась, очень приятный вкус. Йогурт, за счет йогурта вкус был молочный. И ощущался киви. Было прикольно. Правда, через какое-то время мог вкус немного слизываться, знаете, то есть он быть таким неярким, не сильно ощутимым, так скажем. Вот, но потом возвращался, то есть речь такое бывало. Но что мне довольно сильно не понравилось, за чего я вновь, например, бы не купила, здесь невероятный холодок. То есть очень охлаждает, особенно, ну, ладно, там летом, может, это и весело. А вот, когда на улице холодно, ну, вообще не алло. Это прям неприятное даже ощущение. Настолько, что, знаете, мне иногда казалось, что я прям задыхаюсь от этого холода. Очень вот это неприятно, поэтому про эту жижу я могу такое сказать. Но в целом она прикольная, да. Также у меня закончился, почему закончился? Закончилась вот такая жижка, кстати, по 349 рублей выходила. Хаски премиум, Sweet Dream. Брала я, вот эту жижу я брала, не помню, как все время забываю, магазин как называется. А вот это я брала в... Да, тоже забыла, да? Ну, правда, я что-то... Смотрите, давно мы там не брали. Ну, Мостабак, конечно. Хотелось почему-то сказать московский, но Мостабак. Здесь у нас уже 20. Грин. Ой-е. Необычно, но не на каждой. Вот, например, на предыдущем, на предыдущей дрипке у меня как-то нет. Вкус вообще не ощущался. На ВПУ. А на, соответственно, той, которую я сейчас использую, в Аппарасе Икс Рос, вот там вкус очень хорошо ощущается. Значит, какой здесь вкус? Я о нем вообще узнала только благодаря Икс Рос, четвертому. Вот. Вкус сладкий достаточно, прям достаточно сладкий. А там вообще вкуса не было. Поэтому, чтобы ощутить вкус, конечно, важно, ну, соответственно, какое у вас устройство. И очень приятный. Также присутствуют здесь молочные нотки на фоне сладости. Вообще, это очень похоже на Скитлс. Вот, так что, если вам нравится Скитлс, и у вас точно ваше устройство будет передавать вкус, очень рекомендую. Потому что, если нет, то нужно понимать, какой, собственно, в этом смысл. Внутри выглядит все вот таким образом. Ну, здесь уже маленький упаковок. Здесь тоже 30 мл. Ну, так веселенько, да? Мне нравится. Если вы пользовались такими жижами, то напишите свое мнение. Мне будет интересно его подсчитать. Ну, и вот это, она не закончилась. Я сейчас ей активно пользуюсь. Это бруско. Кактусовый ананас. Два ультра. Насколько я поняла, что это как раз-таки тоже 20-ка. Вот. Ну, я искала информацию. Да, это 20-ка. Здесь холодок есть слегка-слегка, он есть. Ну, он прям очень легкий. Она такая классная. Вот чувствуется. Вот ананас здесь есть, но он не ярко выраженный. А вот скорее какой-то кактус. Причем все это тоже с молочной ноткой, которую я ощущаю. То есть, ну, приправлено, знаете, такой на фоне молочностью. Это очень-очень приятно, к слову говоря. Поэтому я сейчас пользуюсь ей постоянно. Замену купила вот этим классным, да. Вот поскольку то, что у нас есть, мне сейчас не нравится. Бэкет есть. Не помню бренд. Я вообще мужу ее подарила, потому что полностью. То есть у нас вообще общие, в принципе. Но я говорю, ну не, я что-то как-то... Он с собой что-то носит. Я говорю, ну, может тоже следующие с собой носить. Потому что как-то это... Ну ладно, это не о том. Это мы потом поговорим об этом. А сейчас, ну, вот как есть, рассказываю. Оставляйте ваши комментарии. Пишите, что вы думаете обо всем об этом. Есть ли у вас свое мнение насчет вот этих жидкостей. Пробовали вы их или хотели бы попробовать после моего обзора. Будет все интересно почитать. Оценивайте видео, пишите комментарии. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока!